Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Российские самолеты Ту-214ОН после окончательного выхода России из договора по открытому небу будут применять для решения военных задач в Арктическом регионе. Такие подробности РИА Новости раскрыл Владимир Верба, генеральный конструктор концерна «Вега», входит в холдинг «Росэлектроника», «Газкорпорации», «Растех», разработавшего аппаратуру наблюдения самолетов. Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации арктической программы, объяснил он. Верба указал, что бортовой радиотехнический комплекс Ту-214ОН похож на используемый в самолетах-разведчиках Ту-214АРОНТГН, но его характеристики намеренно загрублены под требования договора. На презентации самолета в 2013 году в Вене эксперты отметили, что представленная российская система наблюдения «Открытое небо» самолетом Ту-214ОН считается лучшей в мире, созданной в условиях ограничений, предусмотренных договором. В январе источники РИА Новости утверждали, что самолеты переквалифицируют для других задач. Помимо разведывательных, в их число будет входить контроль защищенности собственных военных объектов, результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений. Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в договор по открытому небу, из которого страна вышла 22 ноября 2020 года. 15 января Россия начала процедуры по выходу из соглашения. Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.